Всем привет, это канал Частер, меня зовут Кирилл, и здесь мы говорим о часах. Сегодняшний G-Shock не похожий ни на одни другие, проходившие через наши обзоры. Отличия в функционале, в экране, в общем подходе к строению часов. И сегодня посмотрим сразу на два варианта из серии GBD-100, которая впервые вышла в 2020 году, но до сих пор радует фанатов Casio не только своей новизной, но и приятной ценой. Обе модели вы сможете приобрести в магазине G-Store Russia, ссылку как всегда я оставлю в описании к этому ролику, плюс по промокоду Частер зрителей моего канала будут ждать специальные скидки. И покупая часы в этом магазине, вы также получите бонус-пак с интересными сюрпризами внутри. Вот они вблизи, посмотрите, сразу же, сразу же в глаза бросается, конечно, экран, который не похож на все то, что мы видели в G-Shock, но вот корпус, корпус уже имеет знакомое очертание, то есть это множество выступов, это рифленые кнопки, которые, конечно, в такой форме нам не попадались, но, тем не менее, что-то похожее было однозначно. Тут кнопка круглая по центру, еще слева две кнопки справа, и также отметил бы сзади, помимо стальной крышки, где информация о водопроницаемости, о противоударности, как всегда в G-Shock, еще вот эти элементы округлые, которые позволяют эргономичнее сидеть на запястье модели, но это мы тоже могли встречать в некоторых G-Shock, особенно с беговой направленностью. Множество выступов, под которыми скрывается плоское минеральное стекло, еще и вот такой интересный ран синий, в другой модели он уже имеет стальной цвет, и низ корпуса красный, а не серый. Ну, давайте уже перейдем к основному, тому, что на самом экране, ну и экран сам, давайте, наверное, с него начнем, потому что он выполнен по технологии MIP-LCD, как вы поняли, это дисплей высококонтрастный, очень наглядный, и здесь мы видим месяц, число, текущее время, день недели и секунды, даже несмотря на то, что он инверсивный, читаемость все равно отличная, хотя в многих других обычных G-Shock инверсивные дисплеи не так хорошо читаемы. Ну и можем поменять то, что нам выдается на этом дисплее, например, активность по дням в процентах, сколько мы там нашагали, выполнили ли норму по шагам, здесь количество, ну и внизу время с календарем. Также месячная активность и уже пройденная дистанция в километрах отображается, или же два времени, текущее и мировое. Ну сверху можно, понятно, выставить любой часовой пояс, у вас будет два времени, тоже очень удобно, особенно если вы путешествуете, или вам просто нужно вот знать именно два времени. Давайте уже перейдем к функционалу. Функционал тоже скрывает здесь несколько интересных моментов. Первое, воркаут, ну по сути это таймер, привычный нам языком, здесь 5 штук и до 60 минут, очень удобно как раз при занятиях, воркаутом, тренировке, подходе, если вам нужно потратить на определенный подход определенное количество времени, например, 10 минут, нажимаете кнопку «Ран» и пошло-поехало. На нее же останавливаем и сбрасываем. Далее, секундомер. Тут я уже засекал время, можем, собственно, продолжить. Да, хотел бы отметить точность, не одна сотая, как мы привыкли в G-Shock, а одна секунда. Я думаю, что это связано все-таки с особенностями данного экрана. При этом пределы замерения 100 часов, то есть, в принципе, для бега, я думаю, хватит. Далее активность, общее время, дистанция, темп. Ну это, скажем так, журнал активности, журнал тренировок или пройденных шагов. Ну и в конце уведомления. То, чего не хватало многим в G-Shock'ах. Уведомления могут приходить как со звуком, так и с вибрацией. Все это настраивается. И уведомления от звонков, из месседжеров, из почты или из календаря. Очень удобно, если боитесь забыть о каком-то событии. Но кто-то спросит, а где же будильники? Почему мы их в функционале не нашли? Дело в том, что будильники здесь выставляются через настройки. Переходим в настройки и здесь вот такое интересное управление. Домашнее время меняем. Настройки времени. Мировое время здесь же выставляется, кстати. Будильники 4 штуки. Переходим и все это дело настраиваем. Можем прямо через часы. Настраиваем свой профиль, там вес указан, свой пол, звуковые сигналы, длительность подсветки, ее автоматическое включение. Вот как раз вибрацию здесь можем активировать. Синхронизацию со смартфоном. К этому мы сейчас перейдем. Включить аэрорежим. Поиск телефона. Да, если телефон вдруг потеряли, можно его найти. Единицы измерения и сброс настроек. В общем-то, как вы поняли, эти часы могут управляться не только вручную через кнопки, но еще и в приложении. В приложении G-Shock Move. Тут стоит отметить, что в данный момент этого приложения нет в российском App Store и Google Play Маркете. Но при покупке в G-Story вы сможете уточнить, что вам делать и вам, конечно, помогут с приложением. Там же мы можем и посмотреть, пройденное расстояние, наш подъем или спуск, время тренировок. Соответственно, настроить поиск телефона, таймер, будильники, шаблоны тренировок. Там есть много-много-много всего. Часы используют, кстати, GPS смартфоновский, не свой, потому что GPS внутри часов просто нет. Да и внутри не солнечная батарея обычная. Все это позволяет держать цену на очень-очень приемлемом уровне. Итак, подсветка, в общем-то, ожидаемость, с ней, конечно, никаких проблем. Идеально все читается. Не забываем, что и автовключение здесь возможно, то есть при наклоне срабатывает уже без нажатия. А вот и на запястье они. Как классно смотрится, вот экран на руке, мне очень нравится. Габариты у корпуса, казалось бы, не маленькие. 58,2 высота, ширина 49,3, толщина 17. Но стоит понимать, что это часы со спортивным уклоном. Тут не размеры главное, а главное, чтобы вам в них было удобно заниматься спортом. Я думаю, это в первую очередь. Ремешок только лишь вот добавляет удобства, потому что куча отверстий, еще и дырочки дополнительные. Кожа дышит. Плюс вот эти вставки для эргономичности. Плюс сам ремешок очень стильный. Дополнительно в тренчике есть выступ, чтобы он не скакал из стороны в сторону. На запястье от 15 сантиметров до 22. Внутренняя сторона, я специально вам оставил этот выступ, чтобы вы увидели. Внутренняя сторона рифленая. Хорошо держится на руке, не скользит лишний раз. И при этом тоже позволяет дышать. Ну и общий вес 69 граммов. Они почти не ощущаются. Очень легкие. Ну и в конце стоит, наверное, задать вопрос. Это смарт-часы? И ответ, пожалуй, да. Эдакий вариант смарт-часов от G-Shock. Да, здесь есть синхронизация Bluetooth со смартфоном. Широкий функционал, особенно для занятий спортом. Плюс действительно наглядное приложение. Ну и я бы отметил, конечно, экран. Что же касается еще других плюсов. То я бы отметил эргономику. Сидят хорошо на запястье. И я бы отметил цену, о которой уже говорил. Они стоят, для примера, так же, как J-B2100. То есть вот Octagonus Bluetooth новая. То есть та же самая цена. Хотя здесь, конечно, часы умеют намного больше. И циферблат значительно лучше читается. Ну а широкий выбор цветовых вариантов подойдет, я думаю, каждому. Помимо черных корпусов есть еще цветные, полупрозрачные. Да даже для фанатов футбольного клуба Барселона тоже найдется лимитированный вариант. И все они, конечно, доступны в магазине G100 Russia. По промокоду часто вас будет ждать дополнительная скидка. Я бы из этих двух, конечно, для себя выбрал вот эти. С белым ремешком. Да, наверное, за ремешком нужно будет следить, чтобы он не пачкался лишний раз. И как вариант для бега, для занятий спортом, практически идеальный. В конце хотел бы узнать и ваше мнение, какая из моделей понравилась больше. Обязательно напишите об этом в комментариях. Ну а если вам понравилось это видео, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. На этом все. Всем пока!